Приветствую вас. Свой ответ я бы начал с того, что определил бы для начала то, что вы воспринимаете как критику. То есть вы говорите, вот мой муж, он постоянно меня критикует. Он вас критиковал всегда или только в последнее время начал это делать? За, условно говоря, то время, что вы вместе, за 9 лет, что вы вместе, мужчина постоянно вас критикует или нет? Если нет, то для начала надо бы ответить на вопрос о том, с какого момента он начал это делать. Потому что пока это самый главный аспект вашей ситуации. Ведь если мужчина начал критиковать вас лишь только с какого-то момента, лишь только с какого-то обстоятельства, то в нем говорит обида. И тогда, если в нем говорит обида, то обращать внимание на критику не стоит, по крайней мере, хотя бы потому, что это не желание как таковое вас именно покритиковать. Это скорее, знаете, потребность в выражении эмоций, в выражении негативных эмоций, которые связаны опять-таки с тем, что у вашего супруга же есть невыраженные переживания по поводу конфликта между вами. То есть, вот это может являться одним из основных моментов, которые заставляет вашего мужа вас критиковать. Если он критиковал вас все время, постоянно, то формально вам, еще раз повторю, именно формально вам нечего ему предъявить, вам формально нечего ему сказать, потому что он всегда может сделать такой акцент, что... Ну, ведь я всегда себя критиковал, что ты от меня теперь хочешь. И, к сожалению, скорее всего, он в этом будет, ну, как минимум прав, потому что, действительно, если раньше вы его, например, принимали, а сейчас вдруг почему-то перестали, то претензия есть скорее к вам, чем к нему, именно вот, ну, с позиции ваших отношений. И это нужно понимать, понимать, что у вас что-то изменилось, именно в вашем отношении к нему что-то поменялось. Да, понятно, что виноват в этом может быть он. Да, понятно, что его действия привели к тому, что вы изменили свое отношение. Но, тем не менее, с формальной точки зрения вопрос к вам. Что изменилось в вашем отношении к нему, что теперь вас напрягает тот факт, что он вас критикует. Что изменилось именно в вашем отношении к нему. Это момент очень важный. Это момент очень, ну, принципиальный момент. Момент в том же, что с вами происходит. Теперь дальше. По поводу того, что, собственно, как реагировать на критику. Ситуация здесь следующая. Значит, видишь ли? Ну, по большому счету, в основном, Все люди критикуют друг друга. Абсолютно. То есть, критиковать гораздо легче, чем, например, принимать человека таким, какой он есть. Ну, что поделать, таковы люди. И вам нужно понимать, что, во-первых, если вы на критику будете реагировать негативно, То есть, если вы будете отрицательно реагировать на критику, если вы будете воспринимать ее в штыки, То мужчина, ну и вообще любой человек, будет воспринимать ваше поведение, как поведение человека, ну, который оправдывается. Именно оправдывается. И вопрос заключается в том, хотите ли вы, чтобы о вас думали, будто вы оправдываетесь. Я думаю, что нет. Я думаю, что вы этого не хотите. А раз так, то тогда вам нужно совершенно спокойно оценивать то, что говорит ваш муж по отношению к вам. Что он говорит. То есть, условно, скажем, если ваш муж критикует вас в том, что вы сами знаете, у вас нет совершенно, И в том, что вы сами знаете, у вас не очень здорово, не очень хорошо, не очень, ну, не очень развито. Вот. Если вы сами это ставите для себя, то тогда, конечно, вы воспринимаете критику в той ее части, где она совпадает с вашими представлениями о ваших недостатках и о ваших достоинствах. То есть, этот момент, он очень важен. Важен не сам факт критики. Важен не сам факт того, что вас критикуют. Важен не сам факт того, что вам что-то говорят. Важен не сам факт того, как вы к этому относитесь. И если вы считаете, что критикуют вас по делу, не важно, кто это говорит, ваш муж или кто-либо еще, это совершенно не важно. То есть, что вы просто воспринимаете эту критику положительно, вы воспринимаете эту критику нормально, потому что она помогает вам становиться лучше, она помогает вам быть лучше, она помогает вам быть той, кем вы хотите быть, быть той, кем вы стремитесь быть. И это принципиально важно. Если же критика не соответствует вашим представлениям о том, что хорошо, что, например, а что плохо, или что является вашими недостатками и достойностями, и идет вразрез с тем, что вы сами о себе думаете, и вразрез о том, что вы сами для себя хотите, то прислушиваться к этому, естественно, не стоит, тем более, если вы говорите, что ваш муж требует, чтобы вы постоянно к нему прислушивались. То есть подобное требование, подобное требование именно постоянно прислушиваться к вам, оно продиктовано, скорее всего, оно продиктовано личными какими-то желаниями человека. И его интересы, по сути дела, реализуются через вас. Его интересы, по сути дела, реализуются через, ну, через проектирование их на вас. И это, конечно же, не является допустимым для вас. Ну, мужчина, да и вообще никто не имеет права морального, естественно, через другого человека реализовывать то, что хочется ему. Ну, это, ну, не справедливо. И это означает, что мужчина, вообще говоря, думает только о себе. То есть он не думает, не думает о вас, он не думает о вашей паре, он думает только о себе. И этот момент является, к сожалению, негативным и требует пересмотра. То есть от вас требуется определенная линия поведения в этой ситуации. Вот он постоянно критикует вас в том, например, что вы считаете, ну, сами для себя чем-то правильным, полезным, нужным и так далее. То есть, по сути, критикует он вас в том, что определяет вас. Критикует он вас в том, что делает вас собой. Если так, то нужно понимать, что мужчина, во-первых, вам не переделать никак. Это очень важный момент, что вам его не переделать. Совершенно. Но, что вы можете сделать? Вы можете задать ему совершенно, на мой взгляд, логичный вопрос, который звучит таким образом. Если я тебе не нравлюсь, если ты меня критикуешь, если ты постоянно хочешь меня изменить, если ты постоянно хочешь, чтобы я была кем-то другим, не той, кем я являюсь, то, может быть, мы не подходим с тобой друг к другу. Вот такой вопрос вам нужно задать своему мужчине. Такой вопрос вам нужно понять в отношениях, потому что вашему мужу нужно определиться с тем, чего же он все-таки хочет от вас. Если он хочет вас именно поменять, поменять именно, ну, простите, это, как и говоря, не соответствует основам отношений. Если он делает это, потому что не осознает, ну, то есть просто вот не осознает того, что делает, например, у него и мама вас критикует, ну, про маму мы еще скажем, а пока вот просто вот так вот, значит, что вполне возможно, он просто не осознает того, что делает. То есть для него этот такой вот, ну, способ общения и так далее. Если это все так, то подобный вопрос, а также позиционирование, акцент на том, что вы терпеть подобное не будете, и что вам это не нравится, и что вы считаете это вообще, ну, вообще говоря ужасным, и не собираетесь это вот так вот просто спускать на тормозах, да, значит, вот это утверждение мужчину направит на правильный путь, то есть он увидит, что вы больше думаете о себе, он увидит, что вы не собираетесь терпеть то, что он, он, то, что он вам говорит, и то, как он вам говорит, терпеть вы этого не собираетесь, и, соответственно, ага, либо что-то поменяет, либо оставит все как есть. Это будет его выбор, а понятно, что вы в его выборе обсуждать-то его не вправе. Ну, и ваш выбор вести себя соответствующим образом, то есть показать ему, что этот путь обернется для мужчины лишь только деструкцией, деструкцией, то есть показать мужчине, что ничего хорошего из того, что он делает, не выйдет. Вот просто не выйдет, и все. Ну, вы не будете терпеть это, семья может распасться ваша. Вы просто-напросто перестанете надеяться, что он поменяется, например, и просто-напросто будете искать кого-то другого, например. То есть вот что-то такое вам нужно сделать. Это очень важно и нужно для того, чтобы у мужчины реально появился стимул, для того, чтобы что-то менять, для того, чтобы как-то менять свое отношение к вам. Потому что, ну, в противном случае ничего не изменится и все останется как приятное. То есть я надеюсь, мы с вами вот этот момент разобрали, что реагировать на критику нужно через несколько аспектов. Ну, желательно, через несколько аспектов. Дальше, что касается мамы, которая его мамы, которая тоже вас критикует и которая, как я понял, не дает вам, ну, вообще жить, не дает вам нормально существовать и мешает, как бы, нормально взаимодействовать с мужем. Если я правильно вас понял. Значит, на маму вам обращать внимание, конечно, не стоит. Потому что, ну, понятно, что мамка человек пожилой. И понятно, что своего поведения по отношению к вам она не поменяет. Понятно также, что именно она стала неким таким образом поведения для мужчины. Понятно, что именно она спровоцировала вашего мужа на такое поведение. И она своими поведенческими моделями дала ему поверить в то, что такая линия, такое отношение к вам вполне приемлемо. И то, что делает ваш муж, это просто-напросто копирует ее модель поведения, свидетелем, которым он, скорее всего, стал. И если, так, если это действительно так, то ситуацию вам тогда не изменить. То есть, у мужчины есть устоявшая четкая модель поведения, которое является его первичным образом мужского поведения. Что, вот, кстати говоря, куда хуже. И в этом случае, я думаю, вам нужно на маму вообще перестать реагировать. Потому что мама, она является третьей стороной, и вы все-таки, ну, вам важно понять, что мама, она вас критикует не потому, что считает, что вы как-то, например, виноваты в чем-то. Мама, она, мама, она критикует вас, потому что, ну, в этом у нее нужда. Вот, объективно, в этом у нее нужда. И так она реализуется. Так она, ну, проявляет какие-то свои желания, может быть, так она проявляет какие-то свои потребности, может быть. И, собственно, вам нужно учиться, по возможности, адекватно смотреть в корень того, что она делает. То есть, условно говоря, если ваша свекровь вас критикует, то она делает это не потому, что вы плоха, она делает это не потому, что вы, ну, какая-то неугодная ей. Она делает это не потому, что ей это нужно для себя. И, соответственно, если вы этот момент учтете, если вы будете относиться к нему спокойно, и не будете реагировать на поведение вашей свекрови предметно, то я думаю, у вас есть большие шансы на то, чтобы отношение с мужем, и если не изолировать, если не улучшить, то есть, прошу прощения, если не улучшить, то хотя бы изолировать от внешнего воздействия, то есть, от воздействия вашей свекрови и, соответственно, вмещательства в них. Потому что, ну, понятно, что, понятно, что, по-моему, вмещательство внутри крови, оно только лишь, ну, вмещает и вносит некоторую сумятицу в ваши отношения. Это, ну, это объективно, это очевидно, и я надеюсь, что не нуждается в каком-то дополнительном обсуждении. Вот, ну, в принципе, я думаю, что на этом все, на этом можно закончить, потому что, ну, было сказано, в общем-то, было сказано, в общем-то, достаточно. Я только надеюсь, что вы, я только надеюсь, что вы для себя все-таки выделите, что это полезно в моем ответе и примените на практике. Потому что очевидно, что для более детальной проработки того, что у вас сейчас происходит с мужем, нужен более полный анализ ситуации. А вот то, что написали вы, на мой взгляд, это, знаете, это такая вот выжимка, такая вот выжимка из, ну, выжимка из того, что с вами происходит. То есть вполне может быть, что критика – это лишь вершина Айберга. Вполне может быть, что критика – это лишь верхний слой. А на данном деле есть гораздо более, более, там, серьезные проблемы, с которыми вам нужно тоже разбираться, но, может быть, которым вы не отдаете должного внимания. И вот это то, чего бы мне хотелось, чтобы вы избежали, потому что, ну, можно все-таки семью потерять, если вы не будете смотреть на ситуацию более, так сказать, глубже. Потому что у критики всегда есть мотив. И у вашего мужа есть мотив для того, чтобы вас критиковать. И очень важно, чтобы вы этот мотив увидели. Для чего ему нужно, например, чтобы вы постоянно к нему прислушивались? Чего он хочет этим добиться? Чего он хочет этим, не знаю, показать, например, вам? Что ему нужно? Вот, давайте попробуем на эти вопросы все постараться ответить. Ибо это очень-очень-очень важно. Ну, а я думаю, что в остальном, в общем, я вам, в принципе, все рассказал. Думаю, что теперь вам осталось только делать выводы, что-то для себя. Либо брат, либо не брат, это тоже зависит исключительно от вас. Я надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку, пожалуйста. Постараюсь вам что-то дополнить, объяснить, помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.